Петербургский международный экономический форум 25-й по счету проходит в эти дни в северной столице. Делегацию региона возглавляет губернатор Михаил Дегтярев в день проводит десятки встреч, интервью не меньше. Внимание не столько к персоне, сколько к локации. Хабаровский край, ворота в Азию. О соглашениях и договоренностях, которые достигнуты в Санкт-Петербурге, но повлияют на жизнь в Хабаровске, в нашем дайжесте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вклад полиметалла очень большой, вы лидеры. И мы хотели бы, чтобы так третий было. Чтобы новые месторождения, новые гидрометаллургические, новые горно-обогатительные предприятия вы открывали. На них, чтобы трудились наши люди, они, наши люди, заслуживают таких условий труда, как у вас в компании. Где зарабатываешь, там и трать. Тезис, который Михаил Дегтярев культивирует в отношениях с бизнесом. Социально ответственным предприятиям всегда рады в Хабаровском крае. Полиметалл в 2021 году инвестировал более 500 миллионов рублей в социальную сферу региона. Что касается социальных проектов, очень нацелены на формирование благоприятных социальных условий в городах и районах присутствия. И, конечно же, мне было очень важно услышать о вашей поддержке новых спортивных проектов в Хабаровске. Более 600 миллионов рублей в инфраструктуру Комсомольска вложит Объединенная авиастроительная корпорация. На встрече с генеральным директором Юрием Слюсарем губернатор обсудил реализацию подписанного в прошлом году соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Авиационный – один из важнейших кластеров региона. Легкомоторные «Байкалы», которые придут на смену Ан-2, будут собирать в том числе в Комсомольске. Здесь же уже началась сборка нового сухого суперджета с пометкой «Нью» на 97% импортозамещенный в ожидании отечественного мотора. «ПД-8» должны сертифицировать уже в этом году. У нас же люди не покупают просто логистику из пункта А в пункт В, они покупают впечатление. О красотах и потенциале территории губернатор поговорил с председателем совета директоров одного из ведущих туроператоров «Фан Энцан» Тарасом Демура. Михаил Дегтярев отметил, что Хабаровский край обладает всем необходимым для развития туротрасли, но не раскручен как бренд. Партнерство региона и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма, прежде всего за счет запуска внутренних чартеров и уникальных программ. Также губернатор пригласил Тараса Демуру принять участие во Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток», который пройдет в Хабаровске в сентябре. О том, что изменилось. Все изменилось. Будем откровенны. Мне очень понравилось выступление Анны, вот эта вот в Урай-повестка. Не надо этим заниматься. Есть проблемы. Нарушаются логистические цепочки. Но есть и решение этих проблем. Поворот на Восток 3.0. Азиатский вектор в экономике. На этой площадке одним из спикеров выступил Михаил Дегтярев. Главные тезисы логистические. Товарооборот. Россия и Китай за первые 4 месяца этого года выросли на четверть до рекордных 51 миллиарда долларов. Восточный полигон не успевает. Нужны новые объекты. Крупнейшая частная железная дорога в России, Тихоокеанская, свяжет Эльгинское угольное месторождение в Якутии и наш поселок Чумикан на побережье Охотского моря. Масштабных строек ждут БАМ и Транссиб. Развитие Севморпути даст толчок модернизации портов и побережья. Уже есть два новых инвестора. Эти процессы необходимы и обязательны. А главное, уже запущены. Тот, кто не повернется на восток, будет бедным. Это очевидно. Я имею в виду бизнесмены. И не сделает это вовремя. А те, кто уже сделали, те точно, как минимум, не потеряют свои капиталы. Добро пожаловать в Хабаровский край. Дмитрий Павленко. Смотри Хабаровск.